Привет, друзья! Ставьте лайк, а также обязательно пишите свой комментарий под видео. Поехали! Женщина по имени Хасми Самсудин гордилась своим 7-летним сыном. Кайзер Ривки Мартин рос очень смышленным и не переставал удивлять взрослых детской предприимчивостью. Казалось, экономикой мальчик начал интересоваться раньше, чем научился ходить. И вот в один прекрасный день мальчик принес из школы домой довольно крупную сумму денег. Она в несколько раз превышала его карманные деньги за месяц. Трудно описать, как испугалась Хасми. Ей в голову сразу же начали приходить худшие варианты. И все сводилось до одной жуткой истины – маленький Кайзер Вор. И он, скорее всего, ограбил кого-то в школе. Если об этом узнают его одноклассники, мальчика просто начнут избегать. И как им вообще смотреть в глаза учителям? Представляя скандал, который в скором времени придется пережить ее семье, Хасми чуть не посидела. Она решила серьезно поговорить с сыном, объяснить ему, что так нельзя, а потом придумать, как вернуть деньги одноклассника. Как подобрать слова, которые бы вразумили, но не ранили мальчика? Хасми велела себе быть осторожной и чуткой матерью. Но Кайзер поразил и осчастливил ее одновременно. Мальчик с гордостью заявил. «Мама, как ты могла такое подумать? Я не украл эти деньги, я их честно заработал». Хасми была в шоке. Как заработал? Только и смогла она спросить сына. Как оказалось, Кайзер продал одноклассникам кузнечиков. Зачем детям были нужны эти милейшие создания, Хасми не понимала. Но Кайзер заверил ее, что покупают отлично. Иногда товар расходится за одну перемену. «Меня папа научил их ловить». Конечно, Хасми обрадовалась, что ее сын не вор. Но и такое желание в семь лет развить свой бизнес ее испугало. «Зачем в таком возрасте вообще что-то продавать? Разве тебе чего-то не хватает? Когда первый шок прошел, Хасми вдруг разозлилась. По-моему, мы с отцом тебя никогда не ограничивали ни в сладостях, ни в игрушках. Как ты не понимаешь, мама?» – укорил ее Кайзер. «Я хочу иметь собственные деньги. Это хорошо, когда родители помогают, но лучше быть финансово независимым». Конечно, каждая мама наверняка мечтает услышать эти слова от сына. Но не тогда, когда ему семь лет. Хасми не знала, что делать. Она решила посоветоваться с мужем. Но не смогла дозвониться. Ее муж Мартин Тамрин был моряком и в это время находился в открытом море. Тогда женщина решила попросить совета у подруг. Их мнения разделились. Мартина и Ясми считали, что это очень хорошо, когда ребенок с детства пытается себя реализовать. Ну да, попыталась изложить свою точку зрения Хасми. «Я очень хочу, чтобы Кайзер себя реализовал. Я была бы в восторге, если бы он начал рисовать или писать стихи или лепить что-то из пластилина. Но торговать кузнечиками – это как-то странно. Главное, что не ворует, а зарабатывает», – заявила Мартина. «Это точно», – вздохнула Хасми. Но бизнес с кузнечиками продолжал ее волновать. Он казался чем-то противоестественным. Женщина собиралась поговорить с Кайзером еще раз, но не могла подобрать необходимых слов. Тогда она решила поделиться своей историей в сети. Буквально в первый день пост собрал несколько тысяч лайков и комментариев. Хасми даже не представляла, что ее публикация станет вирусной. Люди с разных уголков планеты были единодушны в одном. Кайзер – настоящий молодец. Многие вспомнили и свои забавные случаи из жизни. «Однажды я хотел новый велосипед, но денег не было. Поэтому я решил продать мамин торт. Помню, тогда ходил по детской площадке и предлагал всем попробовать. Друзья так солидно угостились, что продавать уже было нечего. Как по мне, пацан молодец. Он обязательно придет к успеху. Гениальный малый. Можете не волноваться за свой бюджет, сын позаботится. Вам не переживать надо, а радоваться. Ваш мальчик в жизни не пропадет. Какой умный ребенок, я в восторге. Класс, это лучшее, что я сегодня прочитал», – писали пользователи сети. И Хасми послушала их. «Действительно, в чем проблема? Зачем она мучает себя? Покупатели довольны, сын счастлив, деньги на мороженое отказывается брать». Но еще один вопрос интересовал Хасми. Она представить себе не могла, зачем детям понадобились кузнечики. Но это уже совсем другая история. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт «Остроумно». Странички в Инстаграм и Фейсбук. Ссылки в описании.